ОМТВЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Курск и Покровск остаются дуэльными компаниями, хотя и косвенно. Большой вопрос в том, какие еще резервы Украина готовится отправить в бой в сентябре и где она нанесет удар. На прошлой неделе внимание было сосредоточено на Покровском фронте, где россияне прорвали важную линию обороны. К счастью, как и ожидалось, дикие заявления о том, что весь фронт Донбасса рухнул, уже выглядят весьма преждевременными. Между Русскими и Покровском появились как минимум две достаточно свежие бригады. И за последние несколько дней продвижение противника существенно замедлилось. Наращивает ли Украина мощные силы на этом фланге в преддверии контратаки, сказать невозможно. Хотя недавний приказ об эвакуации гражданского населения в этом районе может свидетельствовать о желании перебросить туда войска. Если не считать этого, то непрерывный поток видеозаписей с беспилотников, сделанных на окраинах оккупированной Авдеевки, свидетельствует о том, что линии снабжения рашистов становятся все более и более уязвимыми по мере их продвижения на запад. Действия Москвы Действия Москвы здесь вполне оправданы в чисто оперативном смысле, если их цель добиться прогресса любой ценой. Покровск находится на внешнем краю логистической сети Украины, в самой уязвимой части всего фронта. Но его потеря, а она вовсе не выглядит вероятной в ближайшее время, не сломает оборону Украины на Донбассе. Поэтому внимание Москвы к нему, вероятно, представляет собой стратегическую ошибку. Российские блогеры якобы говорят об угрозе украинского наступления на Мелитополь. Чем больше мест, по поводу которых они нервничают, тем лучше. Курский участок – это совсем другая проблема для Москвы. Потерять часть России матушки и без того плохо. Но чем дольше будет продолжаться оккупация Украиной области, тем сложнее будет ее полностью вытеснить. Этот фронт станет назойливой проблемой, занозой в Баку Путина, постоянно напоминающей его народу о том, насколько слаб его режим на самом деле. Он также должен учитывать возможность того, что призывники просто сдадутся без боя. В стратегическом смысле Курская компания выполняет не только эту ценную цель, но и еще одну важную задачу – заставить Путина выделить все ресурсы, которые можно освободить от сражений на оккупированной Украине. Отвечая на ситуацию в Курской области с помощью скудных сил призывников и бригад, пребывающих в процессе восстановления после уничтожения, а также пытаясь отвлечься от всей катастрофы, цепляясь за Покровск, означает, что некоторые другие фронты окажутся лишенными резервов и уязвимыми для внезапного нападения. На оперативном уровне украинское наступление в Курской области еще не достигло кульминации, но можно ожидать, что это произойдет в течение двух-четырех недель. Не пытаясь в спешке прорываться к Льгову и Рыльску, Украина благоразумно избежала риска чрезмерного растяжения. Украине не нужно идти на риск с быстрым наступлением, когда Москва довольствуется тем, что продолжает перебрасывать батальоны на фронт по частям. Хотя пребывающие в этот район солдаты начали проводить более крупные и организованные контратаки, украинские войска, занимающие прочные позиции, в основном раздирают их на части. С тех пор орки построили около дюжины понтонных мостов, но они были разнесены на куски. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Украине удается доставлять на линию фронта свои собственные планирующие бомбы. Истребители МиГ-29 и Су-27 могут подойти на расстояние до 25 километров за линией фронта, выпустить оружие после вертикального подъема и при этом иметь приличные шансы вернуться домой. И это происходит, несмотря на очевидные усилия расширствов по развертыванию в этом районе дополнительных систем противовоздушной обороны. Стратегические резервы Москвы ушли на Курск, поэтому после того, как оперативные резервы каждого отдельного фронта будут исчерпаны, эффективное продвижение вперед в большинстве случаев должно прекратиться. Наше ПВО лучше в мире. Оно глубоко эшелонировано. С земли ударные звенья боевых вертолетов и их воздушного проводника прикрывают панцири, которые контролируют всю воздушную обстановку и точно знают, свой в небе или чужой. В целом украинские войска пока держатся достаточно хорошо, даже в Покровске, особенно учитывая, как мало бригад здесь развернуто. Время покажет, действительно ли Сырский оттягивает на себя противника, давая ему возможность истощаться и открываться для контратаки. Чего большинство журналистов и многие политические энтузиасты, похоже, не понимают. Так это того, что в конечном итоге не имеет значения, придется ли Украине отступить на 20 километров на каждом фронте, если Москва полностью истощит себя в этом процессе. Когда у Москвы, наконец, закончатся резервы, пока у Украины их достаточно, Киев сможет вернуть все и даже больше. Генералы Путина ведут себя так, как вели себя немецкие в конце 1944 года, после того, как неудавшийся переворот 20 июля уничтожил остатки доверия к немецкому военному истеблишменту в глазах Гитлера. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да, 80 лет, значит, но дело его живет. Получив приказ остановить врага любой ценой, немецкие генералы бросали все больше неподготовленных солдат. Их профессиональные стимулы вращались вокруг выполнения приказов своего правительства, что они и делали. До самого конца, по большей части, более мудрые разорвали контакт в последние дни и сопровождали колонны беженцев на запад, сдаваясь западным союзникам. Я же заканчиваю эту историческую справку, сейчас скучная, может быть, но она многое объясняет. На короткий момент в начале курской кампании дымовая пелена полумистической чепухи, которую Путин и его попутчики используют, чтобы скрыть правду о будущем России, рассеялась. Мир увидел, как будет выглядеть эта война, когда власть Москвы ослабеет. Нехватка оружия реальна и становится все хуже. На некоторых фронтах транспортные средства теперь почти не используются. И повсюду появляются мотоциклы, квадроциклы и гольфкары не только для помощи в логистике, но и для ускорения атак. Несмотря на медленный рост среднего количества солдат, потерянных за день, потери Москвы в технике в последнее время снижаются. На Покровском фронте успехи россиян в основном заключались в отправке бесконечных волн пехоты. У нас одна идеология. Русский мир. И священный долг вооруженных сил сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. Растущий страх и разочарование Путина видны в возобновлении массовых ударов беспилотников и ракет по гражданским целям в Украине. В рамках собственной кампании Украина продолжила наносить удары по нефтяным объектам и авиабазам даже по одной-двум электростанциям в глубине империи Путина, вплоть до Москвы. Например, пострадал нефтеперерабатывающий завод в Кирове в сотнях километров к востоку от Москвы. Со временем атаки украинских беспилотников станут серьезной угрозой, просто вынудив Москву использовать огромное количество ракет ПВО. Ударный беспилотник почти наверняка дешевле любой ракеты. Вы никогда не достигнете превосходства в воздухе над страной размером с Россию или Китай. Но есть и обратная сторона. Вы также не сможете защитить все это воздушное пространство. В США таки заговорили о передаче дальнобойных крылатых ракет GMM-158 JASM. Байден якобы открыт к передаче их Киеву. Пентагон уже работает над решением, которое позволит Украине запускать ракеты с ее истребителями, сообщает агентство Рейдинс. В южной части фронта ракеты JASM могут поражать аэродромы и военно-морские объекты в Крыму. Своей дальностью в 370 километров они покрывают более чем 30 российских аэродромов.